История строительства московского метро в последнее время начала вызывать у людей сомнения, связано это с тем, что сегодня, имея современные технологические мощности, огромные краны, домкраты, грузовики и все остальное не могут достигнуть таких ударных темпов строительства, яркий пример в Москве за второй годы построили такой же по протяженности участок, который строят в Екатеринбурге последние 40 лет идеальная отделка архитектура и свежий приток воздуха от хорошей вентиляции, старые станции метро. Построенные за короткий срок в Екатеринбурге метро начали строить в 1980-м функционирует. 9 станций протяженность пути составляет 127 километров путей, а в Москве с 1930. 3 по 1935 пусковой комплекс включал в себя 112 километров трассы и 13 станций. Сегодня популярной становится версия, что метро не строили, а откопали, давайте попробуем найти нестыковки в официальной версии. В официальной версии причиной затеи были пробки начали строить потому, что было необходимостью, а не прихотью копать начали под руководством человека. Не имеющего специального образования и знаний он нанял себе в помощники семи рабочих в полушубках и валенках. Лопаты на первое время одолжили у местных дворников на помощь строителям, прислали восемь лошадей и один грузовик. Это, наверное, для того, чтобы вывозить накопанный грунт, не имея ни планов, ни смет, рабочие начинают рыть наклонный. Ход, хотя изначально в рамках официальной исторической концепции планировали строить наземное метро, но зачем-то. Начали делать ход под землю, зачем? Затем приехал молодой инженер и предложил строить подземный ход 35 метров в глубину, так и сделали потом. Уже прибыли специалисты, горные инженеры, шахтеры и начали проходку туннеля, уже начали рыть, а по дворам бегали. Геологи то. Есть без карт и без данных геологов, уже начались работы на вопрос, почему у нас построено самое красивое метро. Официальная версия отвечает так, что мощностей для производства кафельной плитки не хватало, поэтому пришлось все. Отделывать мрамором, почему бы не наладить производство плитки? Резонный вопрос, и откуда столько мрамора навезли, то есть из-за пробок решили рыть, метро решили делать над землей, но. Отправляют семь человек рыть наклонный ход на строительство, изначально выделяется один грузовик, мощности смешные. Разве можно с таким оснащением строить такое масштабный объект, а вот искать старые туннели и проверять старые? Планы, да и уже после того, как они нашли несколько туннелей, меняется проект наземного метро на подземные. Появляются проекты подземных станций, тут уже подходят более. Основательно к задаче завозят шахтеров и горных инженеров и специалистов, что касается промышленного и строительного дизайна, тоже не вяжется страна, которая проживала не лучшие времена, стала бы создавать всю эту. Ненужную красоту скорость проходки двухпутной линии современными методами 150-300М слэш-мес, не включая проект геоподосного сами станции и канализацию с рабочей инфраструктурой, а тут. Эскалаторы купили, разобрали, скопировали, собрали и поставили вообще за 20 дней перед открытием в 30. В пятом году те 446 метров в месяц, включая прекрасные станции геоподосного проект механизмы коммуникации. Некоторые станции метро напоминают шикарные дворцы, в том числе и открытые с самого начала, а некоторые очень примитивной красоты станций со временем открытия мало коррелирует интересные еще явные античные стили. Некоторые станции, которые нелепо вписаны персонажи другой эпохи и последний вопрос, если они раскопали, зачем это скрывать? Тогда бы пришлось опровергать, что наши предки в лаптях ходили и из инструментов умели только лопатами пользоваться, а тут. Подземный город, отделанный мрамором, не лопатой построенный, стало быть, технологии были люди бы начали задавать. Вопросы, куда делись технологии? Где знания? Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужно было строить метро по всему миру почти 200 лет назад? Ведь на поверхности не было транспортных пробок, а Генри Форд еще даже не запустил свой первый конвейер. Никто тогда и поверить не мог, что автомобиль станет доступен каждому, а метро уже было построено, а возможно его. Никто и не строил, а просто откопали. Одним из интересных фактов, доказывающих, что метро не строили, а откапывали, является история строительства. Первого пневматического метро вот, что говорят официальные источники по этому поводу, в 1800-68 году компания «Пневматранзит» во главе с изобретателем Альфредом Бичем начинает строить подземный. Тоннель для пневматических поездов для постройки тоннеля, он арендует подвал магазина одежды в Нью-Йорке работы. Ведутся ночью, так как официального разрешения от властей не было, они убеждают всех, что. Строится маленький тоннель для пневмопочты для постройки, они использовали так называемый проходческий щит Альфреда. Бича, который соорудил сам изобретатель, и уже через два года первые посетители зашли на подземную станцию. Тоннель построили за очень короткий срок, всего за второй год, а за это время они пробурили 100 метров под землей. Обложили все это кирпичом, построили подземную станцию с хорошей отделкой, установили 50-тонный компрессоры и стали возить людей, но сроки слишком маленькие даже по меркам. В современности Илон Маск бы позавидовал такой скорости строительства при том, что в основном работу делали ночью. Станцию освещали кислородно-водородные газовые лампы, деревянная отделка, рояль, длина тоннеля 95. Метров за первый год работы метро перевезло 400 тысяч человек, потом Альфред все-таки получает разрешение. На строительство такого метро под всем городом, но фондовый рынок падает, магазин горит, а про метро благополучно. Забывают, вспомнили про него только через 40 лет и то. Ненадолго тогда рабочие Бродвейского метро случайно натолкнулись на этот тоннель, там находился проходческий щит. Ржавые рельсы и вагончик, что не так в официальной версии. Как можно было забыть за это время про такой грандиозный проект и даже потерять все чертежи и план тоннелей? Как проходческий щит попал в подвал магазина, что за подвал должен быть с заездом под паровоз, скорее всего, магазин. Был построен на готовом допотопном тоннеле, обнаружили уникальное сооружение прошлого века, почему не сделали музей? Это ведь первое американское метро, обновили бы вагончики, было бы красиво и прибыльно, почему так быстро? Постарались забыть щит, в итоге пропал вагончики тоже в Англии. Строители первого метро Брюнеля не забывают о его. Первые наброски очень напоминают американское метро. Сделал он их еще до американского метро и американец тоже их видеть не мог, так как они никогда не публиковались. Как они задумали одно и то же одновременно, какое может быть объяснение? В Америке могли найти реальный туннель с оборудованием, с компрессором, с вагончиками расчистили старые тоннели. Такая версия объясняет все странности и короткий срок строительства и желание властей забыть о проекте, а вот. Старейший канадский тоннель, который используется как канализация, тоже напоминает первое забытое метро. В Лондоне такую канализацию построили в 19 веке и строили тоже как первое метро Нью-Йорка, а вот. Фотографии 1904 года, открытие метро в Нью-Йорке здесь бросается в глаза огромной. Тоннель и убогая тележка 50 лет до этого Альфред Бич использовал вагоны почти современные, но в тысяча. В 1904 году они строят убогие тележки, а вот план метрополитена сложнейший современный проект она. Втором фото мы видим, как реализован этот проект, современный план и древняя каменная кладка, опять сложные технологичные вещи идут. Рука об руку с какими-то отсталыми технологиями по фотографиям метро в Париже видно, как откапывают старое и приспосабливают под новое. Опять такие же тоннели возникает ощущение, что была зачистка старых тоннелей для фактической проходки щит должен быть диаметром внешней кладки кирпича, а не внутренней в Москве с 1900. 1933 по 1935 построили целую линию, а сейчас несколько лет одну станцию строят. Причем неглубокого залегания на многих старых станциях арочные своды, как в старинных зданиях первые станции. Красивые как дворцы, что же произошло с планетой метро статуи пирамиды церкви-приемники атмосферного. Электричества о памяти нет. Земля хранит множество секретов, от бесценных кладов до свидетельств криминальных расправ, некоторые из них навсегда останутся погребенными в глубинах ее недр. Другие же обречены стать частью мировой истории, последние чаще. Всего случается во время строительства метро, потому что копать приходится. Широко и глубоко строители подземки сделали немало любопытных открытий, давайте посмотрим на пять интересных. Находок дом под станцией Боровицкая в 1985 году во время копки вестибюля станции. Боровицкая на глубине шесть метров со стороны Вагоньковского холма обвалился грунт, сместившаяся почва обнажила кладку красного. Кирпича приглашенные археологи оперативно организовали масштабные раскопки, в ходе которых выяснилось, что стена является частью фасада идеально сохранившегося дома XVIII века, целыми оказалась крыша двери. Оконные рамы внутри помещений обнаружили неповрежденную мебель и кухонную утварь кандидат географических. Наук Юрий Супруненко в своей книге «Легенды и были Москвы подземной» предположил, что дом относится к комплексу опричного двора Ивана Грозного постройка ушла под землю в результате карстового провала, образовавшегося вследствие череды наводнений 1702 года клад при строительстве московской. Подземки находили немало тайников, чаще всего это были глиняные горшки, наполненные медиками, историческую и культурную ценность представил клад у станции Парк Культуры, здесь обнаружили полторы тысячи серебряных монет. Царского двора, очевидно, тайник был сделан во времена стрелецких бунтов 17 века. Аналогичные клады находили у станции Третьяковская и Новокузнецкая сенсации стал тайник на Юго-Западе. Москвы в феврале 2014 года при копке станции метро Румянцево. Обнаружили три медные амфоры с украшениями и монетами 15-17 веков, находку оценили в 100. 89 миллионов рублей подземные мостовые во время прокладки подземного перехода между станциями. Тверская и Пушкинская метростроевцы наткнулись на четырехъярусную мостовую 15-17 веков Мощенко. Длиной около 400 метров представляла собой многослойный настил из глины дубовых и сосновых бревен историки. Предположили, что мостовая является частью дороги, соединявшей Новгород и Тверь в то время трасса имела. Жизненно важное. Значение и служило основным маршрутом для перевозки товаров между поселениями региона останки военного. Отряда в конце 60-х годов минувшего столетия при копке котлована под станцию площадь Нагина ныне. Китай-город обнаружили военный склад 17 века, тайник хранил латы щитки и кожаную обувь железный шлем с серебряной чеканкой другое боевое снаряжение. Рядом нашли глиняную посуду, игрушки, печные изразцы. Необычное соседство указывало на то, что военные перемещались вместе с семьями такое массово. Происходило в 1611-1612 годах во времена восстаний Минина и пожарского судьба владельцев древнего имущества с Кореи. Всего печально богатый шлем, который очевидно принадлежал зажиточному предводителю, был проломлен саблей о налатах. Присутствовали дыры от попаданий стрел, тайные ходы советских правителей слухи о разветвленной сети объектов метро. Два много лет считались байками, до последнего времени существовали лишь косвенные доказательства реальности. Засекреченных линий подземки так первый вице. Премьер РФ Михаил Полторанин в одном из интервью признался, что неоднократно инспектировал разветвленную сеть московских тоннелей, построенных на случай войны, когда журналисты попросили Прокомментировать сведения о метро, два советника президента России Владимира Шевченко чиновника отказался отвечать сославшись на государственную. Тайну ничего удивительного в наличии такой дополнительной ветки метро нет бункера и ветки дублеры скорее всего. Строились параллельно с официальными станциями московского метрополитена, рабочие знали о назначении объектов. Поэтому не удивлялись, когда при копке официальных линий натыкались на засекреченные тоннели во время Великой Отечественной войны. Руководство страны планировало уничтожить транспортную артерию столицы в случае, если немцы войдут в Москву.